Война. Война никогда не меняется. Для нас, игроков, эти строки просто вступление перед очередной игрой серии Fallout, ну или на крайний случай цитаты из какого-нибудь пацанского паблика. Однако, в виртуальных мирах есть те, для кого это нечто намного большее. Мы перевидали множество ролевых игр, где на противостоянию злу выходят различные герои, вокруг которых крутится сюжет просто потому, что они были избраны богами сценарного ремесла. А что насчет обычных NPC? Пока наши доблестные герои забирают себе все лавры и купаются в лучах славы, на задворках сценария погибает бесчисленное количество солдат, о которых мы не знаем ничего, кроме их компьютерных моделек и спрайтов. Особенно среди них выделяются те, кто прошел огромное количество сражений. И теперь, потенциальная встреча со смертью для этих прожженных вояк как поход за молоком в пятерочку. Это могут быть доблестные командиры, грудью стоящие в авангарде сражений. Или превосходные стратеги, которые своим умом и непредсказуемостью переворачивали, казалось бы, заведомо проигранные битвы. Или и вовсе безжалостные военачальники, гнева которых собственная армия боится не меньше, чем гибели от противника. Вы на канале RPG Geeks, и сегодня мы расскажем вам о NPC-ветеранах в ролевых играх. Поехали! Первым на очереди у нас расположился суровый, неразговорчивый, но при этом яро стоящий на своих принципах кроган наемник Урднот Рекс. Еще задолго до событий основной трилогии, Рекс отличился не только своей силой и мужеством, но и желанием привести свою расу к великому будущему, даже если его действия и слова порой говорят об обратном. В первую очередь, что о нем необходимо знать, это то, что он был последним существом до Шепарда, который в одиночку смог убить молотильщика во время обряда посвящения. Данная победа подарила ему уважение со стороны сородичей, вследствие чего он смог стать одним из вождей своего клана. После окончания восстаний кроганов, многие племена выступали за продолжение войны, несмотря на генофаг, а громче всех об этом кричал Джаред, отец Рекса. Вот только сам Рекс полагал, что его раса слишком малочистенна для ведения полномасштабной войны. И даже если удастся излечить кроганов от генофага, это не компенсирует потери его народа в результате военных действий. Для этого Рекс призывал других кроганов сосредоточить свое внимание на увеличение прироста населения. И постепенно доводы молодого вождя поколебали уверенность даже самых упрямых сторонников войны, что разгневало Джареда. Дабы заставить сына замолчать, старый кроган организовал сходку племен на нейтральной земле, где было запрещено любое убийство. Несмотря на все подозрения, Рекс согласился на предложение отца. Как бы это не было очевидно, переговоры не закончились перемирием, и отряд Джареда напал на людей Рекса. Потеряв всех своих людей, Рекс был вынужден бежать, однако перед этим он успел вонзить кинжал в сердце своего отца. Его предательство открыло Рексу правду о сородичах, которые предпочитали скорее погибнуть в бессмысленных сражениях, чем признаться в катастрофическом положении своей расы и сосредоточиться на выживании. Из-за чего Рекс покинул свой народ и стал наемником. Вот такая классическая предыстория война, который действовал в интересах своего народа, однако был предан собственным отцом. Джаред Песнь Теней World of Warcraft Не путать с отцом Рекса Джаредом Про этого персонажа вы, возможно, слышите впервые, так как впервые воочию он появился только в дополнении Катаклизм. Но, уверяем вас, на его счету не меньше подвигов, чем у некоторых центральных персонажей вселенной Варкрафт. Еще во времена Войны Древних, Джаред, который на тот момент был обычным тюремщиком, отличался своим интуитивным пониманием тактики на войне. Мало того, что он выступал связующим звеном между ночными эльфами, тауренами и земельниками, так еще и после гибели предыдущего командира армии эльфов, Джаред бессознательно взял на себя командование солдатами, что открыло в нем прирожденные лидерские качества. В полубитвы даже самые высокопоставленные дворяне слушали его приказы, что помогло сдержать оборону от армии демонов до прихода полубогов. В знак уважения перед ним преклонил колено даже сам Кенарий. Стратегические навыки бывшего тюремщика оказались настолько хороши, что для финальной битвы с легионом под его командованием согласились выступать несколько полубогов, таурены, земельники, лунная стража, маг из будущего Ронин, а самое главное его сестра Маев, которая до этого сильно недооценивала лидерские качества своего братца. В итоге героизм, импровизация и мастерство Джареда позволило ночным эльфам продержаться достаточно долго для того, чтобы Малфурион открыл портал в круговерть пустоты в колодце вечности, который засосал всех демонов обратно. Держу в курсе, на нашем канале имеется ролик по культурному контексту рас Варкрафта, в котором мы сравниваем местные расы с аналогами из реальной жизни. Подсказка будет где-то сверху. Сейчас любители легионеров футбольных костюмах начнут бунтовать в комментариях, ведь клятые плутократы даже тут обвели их вокруг пальца. Ну что ж, милости просим. С какой бы стороны баррикад в Мохаве вы не находились, отрицать лидерские качества генерала Новой Калифорнийской Республики как минимум не было бы объективно. В 2277 году Оливер имел звание генерала, но при этом был ниже будущего президента Кимбала по званию и его подчиненным. Он командовал бойцами НКР в первой битве за дамбу Гувера. Действуя согласно плану командира рейнджеров Хенлона, Оливер приказал бойцам окопаться на середине дамбы, чтобы легионеры заняли всю восточную половину. Элитные бойцы легата Грэхэма оказались под обстрелом рейнджеров и снайперов 1-го разведывательного батальона, расположившихся на скале к западу от дамбы. Когда ветераны Легиона Цезаря пошли на штурм скалы, бойцы Оливера расступились, давая им пройти. В результате лучшие воины Грэхэма оказались в заминированном Болдер-Сити и погибли при взрыве. Выжившие оказались между рейнджерами Хенлона и бойцами Оливера, а рекруты на дамбе растерялись. Легат Грэхэм дал команду отступить. Первая битва за дамбу Гувера стала крупнейшим поражением в истории Легиона. Победа Республики принесла генералу Кимбалу почет, уважение и прозвище герой Мохаве, который помог ему победить на выборах президента НКР. А Оливера Ли, своего старого друга, он повысил в звании и назначил командующим войсками в Мохавской пустоши. Серебро в нашем топе достается главе тимерского специального подразделения Синей Полоски, доверенному лицу короля Тимерии Фольтеста и просто любителю крепкого словца Вернану Роше. Бьянка мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, сисками наружу! Роше — это пример человека, который творит свою судьбу сам. Он самолично выслеживал отряды Скаетаэли во время войны с Нильфгаардом и вешал их главарей вдоль дорог. Довольно скоро король Фольтест понял, что такой человек не должен заниматься одной только борьбой с партизанами. Вернана Роше повысили, и он стал специальным агентом по борьбе с врагами Тимерии. Вернан — выдающийся фехтовальщик и стрелок, при этом не чурается использовать кинжалы и скрытые нападения. При этом он не отличается особой замкнутостью, он достаточно общителен, хотя и тщательно отсеивает круг своих знакомых. Роше не сдержан, астер на язык и обладает специфическим чувством юмора, порой отдающим желчью. Привык достигать своей цели и считает, что в большинстве случаев она оправдывает средства. Жизненная правда для Вернана лишь одна — либо ты, либо тебя. С тех пор, как Вернан стал правой рукой короля, он не раз раскрывал заговоры, сжигал поместья непокорных баронов, проникал в шпионские круги враждебных государств. За годы работы Вернан собрал небольшую команду, состоящую из безжалостных головорезов, профессиональных дознавателей и бесшумных разведчиков, готовых пойти ради него на смерти. А Вернан не рассказывает массу истории небылиц. Говорят, что если бы каждый из его врагов дал Роше по арену, тот смог бы купить Тимерию, да еще и соседние земли в придачу. А кто-то говорит, что Роше придется самому закапывать себя в могилу, ведь никто из его друзей не придет на похороны. Впрочем, Роше справится даже с этой задачей. Достаточно положить ему в гроб лопату или хотя бы нож. Осторожно, сейчас начнется второй бунт в комментариях, на этот раз со стороны тех, кто знаком с серией Dragon Age только по играм. Однако, если вы хотя бы смотрели наши выпуски по хронологии серии, подсказка на которой будет где-то сверху, то вы знаете, что Логейн сделал немало для своей родины Фералдена. Рожденный в крестьянской семье, жилище которого было конфисковано сборщиками налогов. Маленький Логейн и не подозревал, какая судьба ему уготована. Якшаясь с преступниками, Логейн в один день встречает потерянного принца Меррика, мать которого была убита мятежниками. Пережив многие невзгоды, они впоследствии становятся лучшими друзьями. Харизма Меррика помогает собрать вокруг себя много союзников, а стратегические способности Логейна вносят весомую лепту в победе армии Меррика над арлисианскими оккупантами. Верность Логейна будущему королю была настолько велика, что он раскрыл шпионку Катриэль, которая соблазнила Меррика, и отдал в жены свою возлюбленную Роуэн Герен, так как считал, что вместе они смогут привести Фералден к процветанию. Даже имев в собственности земли в Гваране, Логейн предпочитал оставаться большую часть времени в Донериме, так как беспокоился за судьбу короля, который, к слову, был довольно наивным человеком, что в будущем передалось и его сыновьям Кайлону и Алистеру. Хоть большую часть сюжета Dragon Age Origins Логейн предстает перед нами как отрицательный персонаж, по ходу развития сюжета игр у него имеется целых два шанса на искупление ценой своей жизни. В первый раз он может пожертвовать собой, нанеся смертельный удар архидемону Уртемиэлю, положив конец Пятому Мору. Во второй раз он может помочь отряду Инквизитора сбежать из тени, отвлекая внимание демона Кошмара на себя. Логейн довольно противоречивый персонаж. С одной стороны, он хоть и является патриотом, героем своей страны и превосходным тактиком, но с другой, он не чурается самых радикальных решений, которые приводят по итогу к ужасающим последствиям. Заслуживает ли он прощения после всего этого? Решать, конечно же, только вам в рамках своего прохождения. Напоследок, также хотелось бы назвать еще несколько персонажей достойных упоминания, поэтому возложите свою длань на клавишу F и приготовьтесь отдать честь этим неназванным героям. Комиссар Ярик, Вархаммер 40 тысяч. Лорд-комиссар 4-го полка Стального легиона. Ветеран трех войн Зар Магеддон, освободитель Абидоса, а также единственный носитель силовой клешни, который не является орком. Святая Осла, The Elder Scrolls. Полевой лекарь армии имперцев в битве при Санкрторе. Ее лечебные навыки позволили обороне Сиродила простоять довольно долгое время под натиском бретона Нордской армии во главе с Тайбером Септимом. Сейчас в честь Ослы стоит памятник, на главной площади города Карол. Стойк, Pillars of Eternity. Один из создателей бомбы Молотобога, уничтоживший святого Вайдена. Стойк презирает Этоса и любого, кто поклоняется ему. Он провел много времени, следуя по местам войны святого и искореняя сочувствующих Этосу. Затем он истреблял ответственных, по его мнению, за кризис пусторожденных. Это привело его к истязаниям над душой скорбящей матери. В ответ она ранила душу Стойка, чтобы остановить его. Впоследствии они оба лишились воспоминаний. Он не ведает, почему погибли его соратники и лишь он один уцелел. Стойк пришел к заключению, что он и его почившие товарищи – ничто, лишь пешки в игре богов. Кард Анаси, Knights of the Old Republic, бывший офицер армии республики. Ветеран Мандалорских войн, после окончания которых планировал оставить службу и вернуться к жене и сыну на Телос 4. Однако в итоге его жена была убита, а Кард дал клятву отомстить за ее смерть. Во время конфликта, получившего название «Гражданские войны джедаев», Кард сыграл важную роль во время поисков звездных карт. Он занимался пилотированием Эбеновского ястреба, корабля, на котором путешествовал потерявший память Реван и преданная ему команда. После победы республики над Дартом Малаком, Кард Анаси получил задание от Ревана – заниматься восстановлением Телоса и объединением разрозненных систем республики в единое государство, что он и делал, ожидая возвращения бывшего лорда ситхов из глубин неизведанных территорий. Кайден Оленко – Масс Эффект. Старший лейтенант Альянса системы, а также возможный будущий спектр. Закреплен за кораблем Нормандия SR-1. Его особенностью является то, что он биотик класса L2, импланты которых не настолько совершенные, как у L3, из-за чего они страдают головными болями. На его счету немалый список подвигов, начиная от миссии на Иден Прайм, заканчивая возможным самопожертвованием на Вермайере. Кален – Дрэгон Эйдж. Человек-хромовник, один из немногих персонажей, который присутствует во всех трех частях Дрэгон Эйдж. В отличие от многих хромовников, Кален довольно лояльно относится к магам и пытается им помочь. Если в первых двух частях у Калина скорее эпизодическая роль, то в третьей он является командиром армии Инквизиции, под флагом которой был побежден Корифей. Варок Саурфанк – World of Warcraft. Младший брат Броксигара, который был единственным смертным, способным ранить Саргераса. Прославленный ветеран Первой, Второй и Третьей войн. Он служил заместителем вождя Аргрима Молота-Рока во время Второй войны и верховным главнокомандующим объединенной мощью Калимдора во время Второй войны Зыбучих Песков против Киражей Анкиража. Позже он возглавил Коркрон против плети в Нордсколе и помогал Тралу во время осады Аргримара. После трагической битвы на расколотом берегу и становления Сильваны Ветрокрылой вождем, Саурфанк занял пост лидера орков Аргримара и поселился в крепости Громош. Испытывая отвращение ко все более жестокому правлению Сильваны, Саурфанк обратился к героям как в Орде, так и в Альянсе, чтобы положить конец ее правлению, кульминацией которого стала Макгора у ворот Аргримара, в котором, к сожалению, потерпел поражение. Вот мы и закончили наш рассказ, посвященный самым выдающимся ветеранам в ролевых играх. Если вам понравилась эта подборка, кликайте на появившиеся иконки и переходите к другим нашим роликам, посвященным NPC. Подписывайтесь на канал, включайте оповещения и, конечно же, не забывайте, что война. Война никогда не меняется.